В Кабанском районе в ДТП пострадало два человека. Они получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным столкнулись две машины – Хонда и Дайхатсу. На месте работают сотрудники госавтоинспекции. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. В Уан-Удэ на пешеходном переходе сбили женщину. ДТП произошло на улице Лимонова. На данный момент установлено, что водитель 1982 года рождения, управляя автомашиной «Тойота Калдина», предварительно нарушил пункт правил 14.2 правила дорожного движения, не предоставил пешеходу преимущества на нерегулированном пешеходном переходе. В результате ДТП 43-летнюю женщину с переломом голени госпитализировали в БСМП. В Уан-Удэ сбили мужчину. По предварительным данным, на регулируемом пешеходном переходе по проспекту 50-летия Октября 24-летний водитель автомобиля «Тойота Спринтер» сбил 62-летнего мужчину. Пешеход с многочисленными травмами госпитализировал медицинское усреждение. Предварительно пересекал проезжую часть на красный. За неделю в авариях пострадало еще два пешехода. Они перебегали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Одно ДТП произошло на улице Ключевской. 40-летний водитель автомобиля «Ниссан» совершил наезд на 16-летнего подростка. У юноши диагностированы ушибы. Еще один наезд произошел на улице Бабушкина. 71-летний пешеход попытался перейти дорогу на красный сигнал светофора и попал под колеса «Тойоты». В результате пенсионер с многочисленными травмами госпитализировал медицинское учреждение. А на этих кадрах момент аварии на улице. По предварительной информации водитель уснул за рулем. Водитель автомобиля «Митсубиси Аутлендер» не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. Водитель 1969 года рождения не пострадал. Состояние обвинения не установлено. Андрей Слепнев, Валерия Смольникова. Новости дня. Новости дня.